Когда мы с вами читаем Библию, изучение Священного Писания подразумевает определенную цель – понять смысл текста. Ну вот при чтении не создавать свои смыслы, а брать смыслы, заложенные Богом. И вот для полноценного изучения Священного Писания есть правило. И самое первое, самое простое правило – не торопитесь толковать прочитанный отрывок. Ну, вместо этого просто наблюдайте. А дело в том, что каждому читающему Библию нужно совершить своего рода путешествие. Путешествие в то место, куда было направлено послание, адресовано послание или какая-то книга Библии. Оказаться в их городе, в их времени и в их ситуации. И только потом, после внимательного наблюдения, мы сможем, друзья, построить мост. Мост из их города в наш город, из их культуры в нашу культуру. Мост из их времени в наше время. Почему я об этом говорю? Вместе, друзья, мы прочитаем отрывок. И для того, чтобы его понять, нам действительно нужно оказаться в их городе, нам нужно оказаться в их церкви. Я прошу вас открыть первое послание Коринфянам, пятую главу. Мы прочитаем первые восемь стихов. Первое послание Коринфянам, пятая глава, первые восемь стихов. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились. Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать, не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но сопресноками чистоты и истины. Первое послание к Коринфянам, вот пятая глава, апостол начинает обсуждать новый вопрос жизни церкви из города Коринф. И вот в первых четырех главах, ну как будто бы уже он решил основную проблему, о которой он узнал. Это были споры в церкви, споры о Павле, о Петре и других. То есть вопрос единства церкви вот на этом уровне. Но вот теперь в этой же церкви возникла особая проблема, и даже вот больше, ну, скандал. Скандал, который нельзя не решить. Ну, друзья, вот мы с вами прочитали отрывок, и согласитесь, не все вопросы жизни по местной церкви остаются приятными. И, возможно, вот Павел это чувствует, он это понимает. Однако, вот при чтении мы с вами снова замечаем, он решительно берется за дел. Мы предполагаем, что люди, пришедшие, прибывшие от Хлои, от семьи Хлои, что-то ему сообщили из жизни церкви. И вот Павел должен дать четкие указания. Почему? Потому что община в Коринфе разделилась во мнениях. Что же теперь делать? Так, первый стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние распутства, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Ну, вот здесь, друзья, сразу два вопроса. А первый вопрос, конечно, вопрос греха, вопрос кровосмешения, и вопрос того, что же теперь делать. Согласитесь еще раз, друзья, ни о том, ни о другом говорить нелегко. Нелегко было бы нам обсуждать вопрос такого распутства. Нелегко было и Павлу. Конечно, друзья, вот сегодня киноиндустрия, а также производители разных видео, они уже давно отбросили скромность на затворки. И сегодня каждый подросток имеет доступ к материалам, которые, скорее всего, шокировали бы даже язычников первого века. Вот каким бы ни был мир первого века, но все же у него были свои границы. Существовали табу, существовали строгие запреты. И в большинстве городов, может быть, деревень люди знали, что существуют какие-то границы общественного поведения, и приступать эти границы опасно. Друзья, отсюда и ужас Павла в этом отрывке. Церковь в Коринфе открыто терпела ситуацию, которую не допустил бы ни один уважающий себя язычник. Итак, где должны быть проведены границы, и как мы можем это узнать? И вы возгордились. Это второй стих. Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Но что же здесь происходит? Вы знаете, кажется вероятным, что вот эти коринфяне или некоторые из церкви в городе Коринф настолько впитали в себя весть о том, что они часть какого-то нового, особого творения, что весь старый мир они оставили позади. То есть они думали, что все старые вещи больше не имеют значения, потому что перед нами открывается совершенно новый мир. И в частности, возможно, что вот этот вот иудейский закон, он больше не регулирует жизнь церкви, не регулирует жизнь еврейского общества, и уж точно не нуждается в применении к язычникам. Поэтому они думали, мы свободны. Мы можем делать все, что захотим. Главное – делать это искренне. Если мужчина взял в жены жену своего отца, это признак того, что мы теперь люди, люди, вышедшие за пределы добра и зла. Но, между прочим, друзья, в истории такое повторяется не один раз, когда утверждается о том, что мы должны вырасти, что мы должны преодолеть эти маленькие кусочки старого менталитета. И если это то, к чему, как вам кажется, вы сейчас призваны, это то, что вы должны делать. Дважды в этом послании апостол Павел цитирует лозунг, который был популярен в Коринфе, и который, скорее всего, некоторые члены церкви приняли в свою жизнь. «Все мне позволительно!» «Все мне позволительно!» Поэтому Павел говорит «И вы возгордились!» Между прочим, друзья, интересное слово «возгордиться». Это слово вот написано, как переносное расширение другого слова, слово «надуваться», а слово «раздуваться». Вот представьте себе, что говорит апостол Павел. «Да, вы раздулись!» Продолжая, апостол спрашивает, «Почему вы не скорбите? Почему вы не плачете? Почему вы не избавляетесь от человека, который совершил такое?» Церковь гордилась этой ситуацией. Она действительно гордилась тем, что является частью сообщества, которое смогло оставить позади обычные ограничения, которые соблюдали даже коринфские язычники, бросить на ветер нравственную осторожность. В церкви города Коринф стало признаком того, насколько они духовно выросли, насколько важна их новая вера и христианский статус. Они оставили позади, по их мнению, не только старый мир языческих верований, но и взаимосвязанный мир языческих табу. Церковь в городе Коринф достигла совершеннолетия. И вот мы с вами, читатели 21 века, о нашей культуре, о нашем времени, мы пытаемся понять этот странный язык великого апостола. Изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Друзья, согласитесь, это режет слух. Мы не привыкли так говорить. Мы не привыкли так слушать. И уж слушать такое из уст великого апостола Павла. Поэтому Павел должен объяснить, что он имеет в виду. Он продолжает. А я, отсутствуя телом, но присутствуя воздухом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело. То есть, другими словами, он говорит, а позвольте мне сказать, вот что уже сделал я. Я, Павел, могу отсутствовать у вас в теле, то есть быть вдали от вас физически, но я присутствую в духе. Но еще раз, друзья, мимоходом, это очень интересная теория апостольства. Павел действительно находился по другую сторону Игейского моря. И вот оказывается, вот каким-то образом он мог быть с верующими в Коринфе в духе. Так что в некотором смысле, друзья, в жизни церкви каким-то, опять повторяю, странным образом присутствовал апостол Павел. Итак, как их апостол, Павел присутствует и уже вынес приговор человеку, который вел себя подобным образом. Вы знаете, вот на данный момент повествования апостол еще не объясняет, ну почему вот такой поступок, такое поведение, оно неприемлемо. И вот буквально через несколько стихов он продолжит. продолжит объяснять, друзья, снова и снова, почему такое неприемлемо в церкви. Да потому что мы люди нового творения. Мы христиане, люди, верующие в Иисуса Христа. Это люди, в которых изначальная Божья цель в творении мира, она снова исполняется. Исполняется по-новому. Вот позвольте сделать вот такое отступление, напомнить другую ситуацию, другую историю, где возникает похожий вопрос. Если вы помните, в Евангелиях Иисуса Христа спрашивают о разводе и о повторном браке. И вопрос звучит следующим образом, позволительно ли разводиться мужу с женой. И вот помните, Христос как отвечает. Он говорит, что вначале так не было. Он говорит, что вначале вот как было. Вначале Бог сотворил человека мужчиной и женщиной. И Бог сказал людям, оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и они станут одной плотью. То есть то, о чем теперь говорит Христос, является золотым стандартом. Оглядываясь на книгу второзакония, которая разрешала разводы, Господь говорит, Моисей сказал вам, пожесток осердал эту заповедь. То есть в начале создания, в начале того времени, когда Бог творил Вселенную, так не было. Мы понимаем, что смысл в том, друзья, что Евангелие, приход нашего Спасителя и Его служение возвращают проект сотворения мира в нужное русло. И поэтому Павел прекрасно понимает и знает, что кровосмешение не допускается, и уж тем более для тех, кто является людьми этого нового творения. И так, как бы это странно ни было, друзья, как бы странно ни звучало, Павел вынес приговор человеку, который ведет себя подобным образом. И затем он говорит, «Я хочу, чтобы это отразилось и в том, что вы делаете, как община». 4-й, 5-й стихи. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общей с моим Духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане и возмождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, обратите внимание на очень интересные детали библейского текста. «Когда вы собираетесь вместе?» Павел говорит, как вы собираетесь вместе. Обратите внимание, друзья, вы собираетесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа. вы собрались во имя Господа, вы собираетесь во имя Иисуса Христа. Друзья, очень, очень интересная идея. И в этом послании, друзья, она повторяется. Если помните, у читателей этого послания Павел в самом начале пишет, вот во имя Павла вы не крестились, подразумевая, друзья, что когда мы принимаем крещение, мы крестимся во имя Господа Иисуса Христа. Друзья, всем принимающим крещение дается новая фамилия. Это я уже говорю нашим языком. Мы вступаем в семью Христа Мессии. И единственная причина, друзья, по которой сегодня мы собираемся вместе, это потому что мы с вами носим имя Господа нашего Иисуса Христа. Это потому что над каждым из нас, принявшим крещение, наречено имя Спасителя Иисуса Христа. Вот как вы определены, говорит апостол Павел. И поэтому мой дух с вами. И в данной ситуации и вы, и я, Павел говорит коринфским верующим, должны сделать нечто очень сложное, очень трудное. Вы должны передать такого человека сатане, простите, я переведу это нашим языком, на растерзание плоти. То есть вот так это написано, друзья, чтобы дух его был спасен в день Господа Иисуса Христа. Опять согласитесь, друзья, это очень странное высказывание. Не похоже ни одно другое в Новом Завете. Мы совсем не совсем понимаем, что оно на самом деле работает у Павла. Но это снова, друзья, мне кажется, вопрос того, как рассматривала себя община верующих Нового Завета. То есть отдайте его сатане. Интересно, что Павел использует вот это вот еврейское слово. Он не говорит дьявол, он говорит сатана, друзья, сатана – это еврейское слово. А термин, который в принципе означает того, кто обвиняет людей в неправедности. То есть сатана вот в еврейском понимании – это тот, кто обвиняет людей в неправедности. Мы понимаем, что он делает, друзья. Сатана склоняет человека ко греху. Знаете, для чего? Для того, чтобы потом было в чем обвинить. Сатана, как обвинитель, склоняет человека ко греху, для того, чтобы потом было в чем его обвинить. Вот происходит следующее. Апостол Павел рассматривает мир за пределами церкви как сферу, над которой сатана имеет неограниченную власть. Еще раз повторю, друзья, это очень интересно, очень важно. Апостол Павел рассматривает мир за пределами церкви как сферу, над которой сатана имеет неограниченную власть. И поэтому удалить человека из общины, значит удалить его из сферы, в которой его спасает Христос, и отправить его обратно в сферу, где хозяйничает сатана. И, быть может, именно здесь мы с вами получаем эту идею членства в Церкви. Друзья, обратите внимание, с самого начала в Церкви Иисуса Христа, в общине, которая собирается во имя Иисуса Христа, были определенные границы. С самого начала в Церкви знали, кто в нее входит, а кто в нее не входит. И если вы были в этом кругу, друзья, если вы в Церкви, вы находитесь в месте, где присутствует Бог. Здесь Бог совершает спасение, здесь Бог создает чувство общины, взаимной принадлежности, семьи. Вне этого круга нет такого чувства, нет чувства исполнения Божьих обетований, друзья. Вне Церкви – это область, над которой все еще властвуют темные силы. И поэтому Павел говорит, вам следует удалить того, кто поступает подобным образом. Другими словами, друзья, братья и сестры, община Церкви – это не простое собрание свободных людей. Община Церковь имеет определенную последовательность в своем составе, некие границы, которые можно переступить, и даже некий контроль над тем, кто приходит на поклонение и кто принадлежит к общине. И Павел говорит, что если этому человеку не позволено быть частью сообщества, если ему не позволено приходить и разделять хлебопреломление, и делать все то, что делает Церковь, то он остается предоставленный самому себе. И его естественное плотское существование будет направлено к измождению, к разрушению, к гибели, к уничтожению. Однако, друзья, даже такое состояние человека не остается безнадежным. Поэтому Павел говорит, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы понимаем, что Бог может спасти и такого человека. То есть надежда на действие Бога, на спасение от Бога, она все еще есть. Как я же сказал, друзья, в принципе, это очень сложный отрывок, и мы снова-снова жалеем, что Павел, но он как-то не объяснил его немножко побольше. И вот Священное Писание предупреждает нас о том, что некоторые действия верующего человека могут привести его к катастрофе. Вы знаете, чтобы довести эту деталь до конца, будет очень хорошо, если мы сопоставим, друзья, вот это с другими отрывками, которые не говорят о том же самом, но имеют дело с похожими ситуациями. Дело в том, что в следующем послании, во втором послании Коринфянам, Павел говорит о похожей ситуации, он говорит, вот хорошо, вы были ревностны, а вы сделали то, что я говорил, то есть вы удалили человека из церкви за грех. Но вот он говорит, смотрит на эту ситуацию, говорит, вот теперь у него пришло покаяние. И тот же Павел пишет церкви, говорит, теперь примите его, окажите ему, окажите ему любовь. То есть церковь принимала отступивших после покаяния. Поэтому, друзья, вот в принципе нам нужно иметь вот эту вот всю картину в целом, чтобы быть уверенными, что и мы с вами не бросаемся в какое-то ложное поведение. И нам, друзья, нужно подумать и о другом. Вот почему для Павла это имело значение? Почему это был такой вопрос, который нуждался именно в таком решении, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело? То есть что происходит? Почему это важно? Друзья, это было важно, потому что возникновение христианской общины было очень хрупкой вещью. Вот представьте себе, друзья, представьте вот в таком мире, как Римская империя, возникновение нового религиозного движения. Можно предположить реакцию людей, которые видели это, наблюдали. Быть может, они даже наблюдали с уверенностью. Ну, это что-то очередное, девятидневное чудо, новая, может быть, безумная идея. А пройдет короткое время, и как все остальное, они исчезнут. И больше того, друзья, Павел, как апостол, знает, что общению всех, кто верит в Иисуса Христа, как Мессии и Господа, может быть нанесен серьезный ущерб поведением, которое не признает его Господом. И вот когда наше поведение, оно выходит за рамки христианства, против сестры, мир готов к критике. Мир готов к критике. В Коринфе, в принципе, обстановка была относительно спокойной. Христиане были, ну, юридически свободны практиковать и учить. Но все же оставалось ощущение, что да, это движение может продлиться не более нескольких недель, и, быть может, месяцев. Вот этот вот энтузиазм исчезнет. И поэтому Павел очень обеспокоен тем, что церковь не должна допускать разложения изнутри или, более того, скандалов во внешнем мире. Поверьте, братья и сестры, для мира всегда есть чем критиковать церковь, только не нужно к этому добавлять. Вот что имеет в виду апостол Павел. И вот он говорит в шестом стихе. Нечем вам хвалиться. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Здесь снова поднимается вот тема хвастовства. То есть вместо того, чтобы хвалиться в Господе, вот представьте себе, они хвалились тем, что свободны от всех правил, свободны от ограничений и могут жить так, как хотят. Поэтому Павел говорит, «Разве вы не знаете, что малая закваска делает свое дело во всем объеме теста?» Ну, я думаю, здесь нужна вот такая вот сноска. Закваска, друзья, это не дрожжи. То есть дрожжи – это совсем не то, что можно было бы встретить в Древнем мире. Скорее всего, речь идет о маленьком комочке перебродившего теста, который кладут в общий объем теста, что позволяет тесту подняться, ну, еще раз скажу, надуться. А в принципе, друзья, Павел не говорит о кулинарии. Он говорит о людях. О людях, которые надуваются и думают, что они так полны собственной важности. Друзья, это именно то, что грех сделает с человеком. Человек надувается и думает, что он полон, наполнен собственной важностью. Интересно то, друзья, что вот апостол Павел согласует это вот с еврейской темой, а с темой, которая в действительности восходит к Пасхе. Ну, если вы помните, когда наступило время Пасхи, вот книги «Исход», а люди Израиля в Египте, они торопились, и поэтому они должны были есть опресники, то есть не давая хлебу времени подняться, быстро выйти из Египта и отправиться к Красному морю, откуда они потом должны были вернуться домой в землю обитованную. Друзья, и вот правила соблюдения Пасхи, вы знаете, что они сделали? Они превратили отказ от использования закваски, представьте себе, в центральную часть церемонии. Ну вот сегодня, когда евреи празднуют Пасху, во всех еврейских семьях, где празднуется Пасха, к празднику готовятся с серьезностью, вот торжественно, друзья, вся закваска из кухни удаляется. То есть это часть приготовления к Пасхе. Вот еврейские семьи проверяют свою кухню, чтобы вытащить все квасное, удалить из кухни все квасное. Да, в праздник можно было есть много вкусного, но вот квасной хлеб не входит в меню Пасхи. В мире Павла, когда люди говорили о закваске, в переносном смысле, друзья, это почти всегда означало какое-то злое влияние, ну, простите, дурное влияние, разращая то, что в противном случае было бы чистым. И вот в еврейском мире Павла, друзья, идея закваски стала метафорой греха. И того, друзья, как грех раздувает людей. Грех заставляет людей думать, что они что-то из себя представляют, когда это далеко не так. Они гордятся быть важным, быть надутыми. И вот так апостол Павел переходит на пасхальный язык. Седьмой стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Опять очень интересный библейский текст, друзья, знаете, в каком смысле. То есть мы с вами получаем какую-то историческую оценку. Историческую оценку того, кем считали себя верующие первого века. То есть как определяли себя церковь первого века. Христианское движение с самого начала, друзья, было движением пасхальным. С самого начала. Христианское движение, оно было пасхальным движением. Иисус выбрал Пасху как момент, чтобы пойти в Иерусалим и сделать то, что Он должен был сделать. Мы снова, друзья, получаем картину того, что и как думали о себе верующие первого века. Церковь рассматривала события смерти и воскресения Христа как новую Пасху, как новый исход. Время, когда рабство греха и смерти было разрушено. И так рождается новый мир. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Интересное выражение, да, друзья? Пасха наша, Христос. Ну, к примеру, вспомните Евангелие от Иоанна, где Иоанн Креститель говорит, что «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так что вот у ранней церкви, ну, просто в ДНК было заложено считать Иисуса вот пасхальным агнцем. Вот если читать еще написание, друзья, прошу вас вспомнить книгу, повествование книги Исхода, вот самую первую Пасху. Если вы помните, друзья, то вот само служение, вот Пасхи, первой Пасхи, оно не подразумевало греха. То есть ничего не было сказано о грехе. А почему, друзья? Потому что евреи попали в египетское рабство не из-за греха. То есть Библия об этом не говорит. То есть церемония была в другом. Однако после того, как народ Израиля пережил другое изгнание, изгнание Вавилон, изгнание, которое уже толковалось как наказание за грехи, вот тогда Пасха начала иметь дело с грехом. В Вавилонии народ Израиля нуждался снова в исходе, в новой Пасхе, которая уже имела дело с грехом. И поэтому, когда мы читаем пророков того времени, которые пророчествовали во время или после вавилонского пленения, мы с вами читаем следующие слова. Пророк Иеремия говорит, «Наступают дни, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, Новый Завет». И что же это будет за Завет, друзья? «Я прощу беззакония их, и грехов их не вспомину больше». То есть апостол Павел вот вкладывает в этот отрывок Ветхозаветные размышления. Восьмой стих Первого Послания Коринфянам мы читаем, «Посему станем праздновать не за старую закваскою, не за закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Послушайте, Павел говорит, «Мы уже люди Пасхи». Мы должны соблюдать праздник должным образом, вот без уровня старой жизни, без уровня разврата и нечестия. И что нам нужно? Нам нужны опреснаки. А опреснаки означают, как говорит библейский текст, искренность и истина. Вот, друзья, вот восьмой стих, я думаю, очень полезно сравнить переводы. То есть даже вот не зная языка оригинала, друзья, мы с вами можем получить какую-то очень интересную картину. Я прошу вас обратить внимание на слово «чистота» в русском языке и как оно написано в английском переводе Библии. То есть в английском переводе вы читаете, друзья, это очень легко, очень простое, знакомое слово, слово «искренность». Хорошо? Итак, в русском языке слово «чистота», на английском мы читаем слово «искренность». Вы знаете, вот когда такое происходит, я не тороплюсь обвинять либо тот, либо тот перевод. То есть с переводом не может быть что-то неправильно, друзья. Скорее всего, вот само слово на языке оригинала имеет такое богатое значение. И те, кто переводил русский язык в Библию, они понимали, что важно выделить оттенок чистоты. А те, кто переводил Библию на английский язык, они понимали, что важно выделить оттенок искренности. То есть поэтому язык оригинала подразумевает два слова – и чистота, и искренность. Хорошо? То есть слово «чистота» имеет оттенок искренности, а слово «искренность» имеет оттенок чистоты. Что же происходит? Качество искренности, как выражение чистых, незапятнанных побуждений. Качество искренности – это ваши побуждения, ваши мотивы. Как выражение чистых, незапятнанных побуждений. Искренность, чистота побуждений – ну, давайте скажем, хлеб, не имеющий дрожжей. Итак, опреснаки искренности и чистоты. А вот я прошу вас теперь послушать слово «искренность» в нашем времени. Согласитесь, вы его услышите на каждом углу. Я возьму такой крайний пример вопрос однополых браков, где очень громко, очень настойчиво нам с вами говорят о том, что это люди, которые искренне любят друг друга. Нам сегодня скажут, что у этих людей искренние отношения, и поэтому они имеют право на эти отношения. Если говорить о мире Каринфа, человек, который жил со своей мачехой, вполне мог бы сказать, ну, мы делаем это искренно, мы любим друг друга, и это все, что имеет значение. Друзья, посмотрите восьмой стих. Апостол Павел детализирует искренность. Апостол Павел детализирует искренность. Искренность – это не все, чего требует Священное Писание. Писание требует искренность и истину. И именно истина, она все поменяет. А истина – это правда наших отношений. Павел сказал бы, нет, искренность означает прямые линии мышления, которые исходят от нового творения. Искренность означает истину нового Божьего мира, который пришел, а не новую форму старого мира, который уже уходит. Затем, друзья, мы не прочитали до конца, но позвольте обратить на это внимание, вот с такой ноткой усталости, Павел заканчивает главу. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, ну лихаимцы – это люди жадные, стяжатели, или хищниками. Хищники, друзья, это грабители, те, кто уносят имущество другого, или идолослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из этого мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергнете развращенного из среды вас». Очень интересно опять отношение Павла с этими верующими в Коринфе. Он объясняет, он говорит, «Я не имел в виду, что вы не должны общаться с безнравственными людьми». Ну, он говорит, попробуйте пройти по улицам Коринфа, это будет невозможно, чтобы не встретить грешного человека. Однако дело в другом. Я имел в виду людей, которые называют себя христианами, но при этом безнравственны, жадны, идолопоклонники, богохольники, пьяницы и грабители. Не общайтесь с ними, говорит апостол Павел, вы даже не должны есть с такими людьми. Я снова прошу вас послушать это, друзья, вот в нашей культуре и в наше время. И согласитесь, мы сразу начинаем слышать голоса, которые говорят, подождите, подождите, ведь Евангелие, оно охватывает всех. Ведь Евангелие, когда Бог принимает всех, Бог любит людей такими, какие они есть. И ответ Павла, ответ Писания будет, конечно, да, действительно это так, Бог любит пьяниц, Бог любит грабителей, идолопоклонников, богохульников, жадных, безнравственных, друзья, но Бог далеко не хочет, чтобы они оставались такими. И поэтому в Священном Писании мы читаем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать, апостол Павел говорит категорично, никак. Те, кто умер для греха, больше не должны жить в нем. Это тот принцип, друзья, который так важно ухватить и понять. Вот насколько серьезно Павел относится к проблеме безнравственности не просто в жизни отдельного человека, но и в христианской общине. А теперь, друзья, я приглашаю вас построить мост. Мост из города Коринф в наш с вами город, из культуры города Коринф в нашу культуру, из времени I в XXI век. Обращу ваше внимание на 7 и 8 стихи. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но сопресниками чистоты и истины. У нас есть картина того, что происходило в церкви города Коринф. Как же это все-таки переносится к вам, к нам? Именно здесь, друзья, вот становится понятным, знаете, вот это вот личное значение смерти и воскресения Христа. Сын Божий возлюбил меня и отдал себя за меня. Или вот говоря словами нашего Господа, сие есть тело мое, ломимое за вас. Друзья, когда мы принимаем эти слова к сегодняшним и завтрашним грехам, результат не в том, что мы получаем разрешение на грех, потому что все равно уже все разрешено. А дело в том, что самая сильная любовь в мире призывает нас с вами жить по образцу смерти и воскресения Христа. Обратите внимание, Павел говорит, «Вы бесквасны». Он говорит о верующих людях, о людях, в сердце которых живет Христос, о людях, которые крещены во имя Иисуса. «Вы бесквасны». Он говорит, «Вы уже очищены. Примите образ жизни, соответствующий вашему статусу. Вы уже очищены». И поэтому, друзья, крест – это не просто предмет обсуждения. Крест – это не просто тема песен. Это достижение, которое необходимо реализовать и применять на практике. Мы уже очищены, с одной стороны, друзья. Однако, с другой стороны, крест постоянно напоминает нам, что и мы, носители обетования, нуждаемся в прощении грехов. Церковь находится в опасности тогда, когда видит себя просто решением проблем мира. Когда видит себя носителем решения, церковь находится в опасности, друзья, тогда, когда забывают, что каждый день церковь должна говорить, «Господи, будь милостив ко мне грешному». «Отче наш, прости нам грехи наши». Это именно то исповедание, которое прокладывает путь к подлинному смирению. Друзья, а вот как, в конце концов, выглядел истинный Бог, который пришел бы на землю справиться со злом и грехом? Пришел бы Он в сияние славы, в облачном огненном столбе, в окружении легионов ангелов. Мы с вами знаем, что когда истинный Бог пришел в мир, Он выглядел, как молодой еврейский человек, путешествующий в Иерусалим во время Пасхи, в молитве и агонии, предающейся жестокой несправедливой судьбе, принимая на себя тяжесть греха Израиля и греха всего мира. Когда мы с вами смотрим на крест Иисуса таким образом, друзья, мы с вами обнаруживаем, что крест для нас с вами становится местом, куда мы с вами идем, чтобы встретиться с истинным Богом и познать Его как Спасителя и Искупителя. Крест для нас с вами становится местом паломничества, где мы стоим и смотрим на то, что было сделано для каждого из нас. Вопрос ставится перед нами самым решительным и ясным образом. Осмелимся ли мы стать предумершим и воскрешившим Спасителем и признать, что все это было сделано ради нас? Осмелимся ли мы взять все значение смерти и воскресения Христа и позволить им быть переосмысленными, переделанными этим Спасителем, вот этим моментом и этой смертью? Вы знаете, вот когда была вот эта вот неделя, ну, Страстная неделя это называют, я услышал некоторые мысли, хочу с вами поделиться, очень, ну, как, может быть, теоретический пример. Вы помните учеников Господа, и вот была такая ситуация, когда они шли, и их не пустили в Самаре, в какой-то город. Да, вот там потом из учеников выделились два, Яков и Франк, которые к Христу подходят и говорят, Господи, хочешь, мы скажем? То есть, другими словами, они говорят, Господи, вот мы сейчас помолимся, мы помолимся Богу, и, говорит, и сойдет огонь с неба. Да, друзья, вспомните, похожая ситуация, крест Христа. Его не приняли, его отвергли. Он тоже молится, и тоже что-то говорит Богу. Друзья, он говорит совсем противоположно, он говорит, прости им, потому что не знают, что делать. Вот кто мы с вами теперь, друзья, братья и сестры, мы с вами люди смерти Иисуса Христа, люди воскресения Иисуса Христа. Ну, еще один пример. Например, вы знаете, крест сегодня, вот такое время, наверное, обращайте внимание, что бы ни происходило в мире, растет ненависть. И вот ненависть людей друг к другу, она, знаете, идет такими семимильными шагами. И вот любое событие, да, друзья, вот эти всякие войны, и несчастные случаи, что бы то ни было, друзья, мы понимаем, что ненависть, она вот растет семимильными шагами. Конечно, я понимаю, очень трудно представить себе людей, которые переживают это вот на своем личном опыте. Однако, вот как бы то ни было, друзья, мы с вами креста Христа не обойдем. Знаете, вот мы смотрим на крест Господа, он перед нами всегда, часто, друзья. Мы читаем Священное Писание, друзья, и вот смотрите, крест, вот интересно, он становится местом, где зло совершило все самое худшее. Однако, друзья, мы читаем Священное Писание и понимаем, что крест стал местом, где зло истощило себя. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Зло остановилось на кресте, друзья, а зло остановилось на Иисусе Христе, и он был тем, через которого зло не продолжило идти. Страдая, не угрожал, но предавал его судьи праведному. Непосредственным результатом, конечно, является воскресение нашего Господа. И воскресение, ну, поверьте, это гораздо-гораздо больше, чем счастливый конец евангельских историй. Дело в том, что зло и грех, друзья, это сила. Это сила антитворения. Это сила антижизни. Сила, которая противостоит и стремится осквернить и уничтожить Божий добрый мир. Сила, которая стремится уничтожить человека, который несет в себе образ Бога. И вот мы с вами, мы с вами люди, жизнь которых определяет смерть и воскресение Христа. Восьмой стих, друзья. Поэтому станем праздновать не со старую закваскою, не за закваскою порок и лукавства, но за пресноками чистоты истины. Еще одно очень интересное выражение, отрывка, друзья. Посмотрите, станем праздновать. Или участвовать в празднике. И вот в этом смысле вся христианская жизнь с этой точки зрения становится одним длинным пасхальным торжеством. В этом и заключается наш смысл нашей с вами жизни. Каждый вздох христианина – это безмолвный пасхальный гимн благодарности Богу, который совершил спасение мира через Иисуса Христа, истинного пасхального агнца. Каждое действие христианина – это часть бесконечного церемонии празднования Пасхи. Только Писание подчеркивает, друзья, на этой Пасхе не должно быть закваски. На этой Пасхе, на этом празднике не должно быть закваски. Это образный язык. Мы призваны к новой пасхальной жизни. Без осторожности в нашей христианской жизни возможно быть вовлеченным в поведение язычников до обращения. И это старая закваска. Нам и сегодня очень-очень нужен пресный хлеб. Хлеб искренной христианской жизни. Искренность, которая приходит из очищенного источника воли, согласованной с чистотой самого Бога. Но обращу ваше внимание еще на значение одного слова. Посмотрите, мы с вами говорили о чистоте, искренности, но теперь есть истина. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что в основе любого проступка, в основе любого греха, а в основе преступления всегда лежит ложь. Ложь, которая говорит, что Бог не возражает против этого. Ложь, которая делает вид, что этот случай не имеет значения. Ложь легкая. Друзья, поверьте, но это смертельная ложь. Ложь, которая воображает, что именно так и должны себя вести люди. То есть любая подобная закваска исключена для христиан. И Павел дает ясно понять, что ее нельзя терпеть в церкви. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вопрос ставится перед нами самым ясным образом. Осмелимся ли мы сегодня с вами в чистоте, искренности ответить на приветствие? Христос воскрес! Христос воскрес! Мы помолимся Богу!